Всем бокс, братва! С вами Рома Михайлов, YouTube-канал Всембокс! И если ты зашел сюда только чтобы посмотреть бой, и Мама Хатаева посмотреть нокаут, ты можешь пройти по ссылке ниже и в Телеграме. Всембокс! Есть этот бой и многие-многие бои наших парней, и не только. Ну а мы с вами сегодня поговорим о трех наших бойцах, которые преодолели одну четвертую и вышли в полуфиналы Олимпиады в Токио. Как они провели свои поединки, с кем им предстоит провести полуфинал, какие у них шансы на выход в финал. Все это и, возможно, что-то еще в сегодняшнем выпуске. Всембокс! И первый четвертьфинал, который я хочу сегодня с вами обсудить, это бой между чеченским боксером, представляющим Российскую Федерацию, имамом Хатаевым и дагестанским боксером, представляющим Испанию, Гази Магомедом Халидовым. Пару слов о Гази я хочу вам сказать. У меня есть с ним общий знакомый, общий знакомый Испании. Как он попал вообще туда? В начале 2000-х, вы знаете, были очень печальные события у нас на Кавказе. Обстановка была нестабильна. И семья Гази, которая проживала в Хасавюрте, уехала в Европу. Уехали они сначала в Германию, потом вернулись в Дагестан, потом из Дагестана опять уехали в Европу, попали в Испанию, где его старший брат, который уже занимался боксом, его и привлек к нашему великолепному виду спорта. Занимался Гази боксом, ездил в Дагестан, набирался там, так скажем, силушки богатырской. И примерно 5 лет назад он получил уже гражданство и сразу же захватил, так скажем, первую строчку в испанском боксе в категории до 81-го и стал первым номером сборной. Что же он показал в 1-4 финале? Чего же ему не хватило? Не хватило ему, безусловно, ног. Что-то получалось у него сделать на дальней дистанции, но, к сожалению, те ноги, которые у него были в этом бою, те ноги, которые он натренировал в Испании или в Дагестане, не дали ему то движение, которое ему было необходимо, чтобы нивелировать ту работу, которую вел против него Имам Хатаев. Имам Хатаев провел очень хороший бой. Еще раз повторюсь, что это, так скажем, самая темная лошадка этого турнира, в которого мало кто верил, но который уверенно, уверенно, куда уж увереннее, две досрочных победы, нокдауны, идет к своей цели. Очень хорошо начал Имам работать с самого начала первого раунда. И если мы помним, что в прошлом бою он больше делал акцент на левый боковой, здесь он больше встречал справа. Хорошо убирал голову влево, правый залетал, жесточайше, с правильной постановки руки. Все выглядело очень и очень брутально. И уже в середине первого раунда у Халидова сломался нос. А когда у тебя ломается нос, уже получается, план твой немного сбивается, глаза твои немного влагой наливаются, и ты уже не тот, который был до этого человек. Это мы все знаем, кто занимается боксом. И захватив полностью инициативу, Имам ее продолжил развивать. Халидов пытался двигаться, пытался работать на ближнем, но у него ничего не получалось. И вот, кстати, когда, это была одна из его роковых ошибок, когда он, начинаясь в третьем раунде, стал идти на ближнюю дистанцию. Столько он пошел на ближнюю дистанцию, жесточайший его сразу же Имам начал разбивать в корпус. Много жесточайших ударов ему пробил, и ноги, и без того не самые сильные, ему просадил. В чем еще был минус этих выходов, постоянных на ближнюю дистанцию? Он стал идти на ближнюю дистанцию, а так как Имам в этом бою работал очень много навстречу справа, то есть у Имама еще больше появилось возможностей, чтобы развивать этим самым свои атаки через этот встречный удар справа. И когда он начал бить Халидов апперкоты на ближний, я понял, что могут не только с его носом подстучить какие-то антрикоты. И вы видели, что в конце третьего раунда произошло. Пробивал он прямой удар, но, несмотря на то, что он выше ростом, у него длиннее руки, но допустил он техническую ошибку, пошел он головой вперед, хотя, в принципе, учитывая свое преимущество в антропометрии, мог работать, учитывая, что Имам стоял около канатов в этот момент, мог работать более на дальней дистанции, но пошел он головой вперед и жесткий справа от Имама получил, но не апперкот, да, а удар правый. Правый прямой, правый кросс, локтем наверху, то, что он и бил весь бой. То есть получается весь бой, то, что Имам бил, и в конце боя он все-таки его пробил. Поздравляем Имама с выходом в полуфинал. В поле полуфинале встретиться ему предстоит с Бенджамином, но не Франклином, а Уитакером, но не тем Уитакером, которого мы все любили из США, земля пухом великому чемпу, а английскому Уитакеру, высокому боксеру, у него 191, пластичный парень, работает на ногах, любит опускать руки, любит американскую защиту, но если Имам будет работать как он может вперед, если он даст три раунда жесткого прессинга, вот точно классных вот таких вот встреч справа, и постоянной работы, постоянного напора, я уверен, что он Уитакера должен проходить. Что, как произойдет этот бой, мы увидим в будущем. Но Халидову, Газику, конечно же, пожелаем удачи. Хороший он боксер, хороший он парень, может он работать лучше, может он работать лучше. Думаю, почаще ему нужно приезжать в солнечный, в свой родной Дагестан, потому что явно уровень бокса там и тренеров, что самое главное, на мой взгляд, там намного выше, чем в Испании. Ну а во втором четвертьфинале в весовой категории до 91 килограмма встретились один из моих любимых боксеров нашей сборной, Муслим Гаджи Магометов, и против него немец Абдулджабар. Абдулджабар получил, конечно, настоящий в ринге жар, потому что Муслим делал с ним все, что хочет. Обратите внимание, несмотря на то, что весовая категория до 91 килограмма, как двигается на ногах Муслим. Я вообще на этой Олимпиаде заметил, что в тяжелом весе, независимо от стран, лучше идет движение на ногах, чем в весах средних и легких. Этот разговор вообще отдельный, что как и почему. Но это вот действительно такое мое замечание. Заметили ли вы такое вы? Пишите в комментариях под видео. Что хотел делать Муслим с Абдулджабаром? Постоянно двигался, работал сайды, работал двойки, работал ближайшие, любую, все, что хотел делать. И поэтому здесь что-то технически обсуждать просто бессмысленно, потому что на самом деле это не соперник был для Муслима. Руки у него летели вперед ног, ноги остались, руки впереди, голова там же. Это кто такой? Это просто лучший для Муслима клиент. Когда он постоянно тянется, его можно встречать, его можно на сайде легко ему отвечать. То есть все, что хотел, делал Муслим. И честно говоря, этот бой был полнейшим деклассом, поэтому разбирать декласс мы не будем, но мы скажем, что ждет его дальше. Потому что в полуфинальном поединке его ждет из Новой Зеландии Дэвид. Но не Туа. Но Дэвид, с которым они уже встречались ранее. Дэвид, который уже бьется в профессионалах, провел там несколько боев. И Дэвид, который очень хорошо и плотно умеет встречать. И вот это вот основная, основная, на мой взгляд, опасность для Муслима. И в полуфинальном поединке ему стоит максимально сконцентрироваться на ближней дистанции и ни в коем случае не лететь на Новой Зеландца. Потому что как минимум можно рассечься с этим Новой Зеландцем при лечении вперед. Ну а как максимум можно, конечно, схватить довольно неплохой встречный удар. Потому что действительно парень стоит плотно, парень бьет мощно. Но должен, должен Муслим на опыте, даже не только на опыте, а на классе. Должен на классе собраться, сделать только то, что от него требует тренерский состав. А тренерский состав, на мой взгляд, сборной России, мужской, работает прекрасно на этой Олимпиаде. Должен четко сделать, что от него хотят тренера. И тогда он безусловно победит. Опять же повторюсь, главное не рубиться, не идти в среднюю, не идти в ближнюю. А двигаться на ногах, отбросать руки, как он может и за что мы его действительно любим. Но в весовой категории до 69 килограмм наш ветеран бокса Андрюха Замковой, которому 34 года и у которого это уже третья Олимпиада, провел свой очень и очень успешный бой и пробился в полуфинал. Соперником был у него боксер из Грузии, у которого, к сожалению, не хватило опыта, чтобы справиться с таким, на самом деле, очень сложным боксером, как Андрей. Потому что Андрей очень неудобный боксер. Это левша, высокий, длиннорукий, который очень скользок, не только на дальней, но, что и самое главное, на ближней дистанции. Сразу же с начала первого раунда Андрюха включил ноги, хорошо работал, встречал просто на выбор, бил и левый прямой, и левый снизу кружкой. Хорошо работал, обманные действия, передние руки закручивал, как хотел. Бил сайды, постоянно двигался вправо, за переднюю ногу уходил Грузину и совершенно ничего у Грузина, честно, скажем, не получалось в первом раунде. После первого раунда тренера говорят ему Грузину, говорят, братан, давай, тебе нужно двигаться влево, нужно захватывать внешнюю сторону. Но одно дело слова говорить, а другое дело дело сделать. Стал, конечно, он молодец их слушать, что-то у него стало получаться, больше он стал идти вперед и попадать на ближнюю, среднюю дистанцию, но очень тяжело там попасть по Андрюхе. Потому что Андрюха постоянно убирает голову, как только он попадает на ближний, он либо во внешнюю сторону уходит, либо полностью собирается во внутреннюю, очень он скользок. Вот в этом он очень хорош, то есть он не пытается идти на ближний в какие-то размены, пропускать там какие-то удары, а именно делает четкую свою работу. Попадая на ближний, он сушит, он закручивает, он разворачивает и где-то, и после чего уже добавляет. Добавки были, кстати, прекрасные в этом бою у Андрюхи. Работал он раз джеб, два джеб, три джеб, четыре двойку, там пятую снизу. Короче, просто прекрасная классическая работа. Ноги, конечно, не всегда у него двигались хорошо, но, но, имею в виду, знаете, в чем ноги всегда двигались в кроме того? Потому что иногда Андрюха бил с шагом левой ноги вперед. Не как он обычно работает на двух ногах, а с шагом, и этим самым он шел на сближение. Этим самым он шел на сближение, конечно, да, где-то он мог там и засушить, но все вот эти вот, ребята, опасения, что это Олимпиада, это много боев, что можно головами столкнуться, посечься, гематомы получить и вылететь. Вылететь с той Олимпиады, которую ты так долго ждал, потому что объективно для Андрея Замкового, которому сейчас 34 года, это последняя Олимпиада. Да, он круто на классе победил в 1-4, но в полуфинале его ждет Хулио. Но Хулио далеко не Иглесиас и даже не Хулио Лакрус. А его ждет Хулио... А его ждет просто Хулио с Кубы. Хулио, который является тоже очень опытным боксером, чья первая Олимпиада еще была Пекин в 2008 году, которому 32 года и который очень хорошо может работать на ближней дистанции. Очень он хорош на ближней дистанции. И вот, что интересно, как мы уже говорили с вами и про Гаджи Магомедова и его соперника в полуфинале, то же самое Андрюха уже встречался с Хулио ранее. И были у него непростые бои. И были они непростые, когда на ближней дистанции он с ним оказывался. Потому что Кубинец очень опытный. Это уже не молодой парень там, да, Грузин? То есть это очень искушенный боксер, с которым надо быть постоянно на чеху. Постоянно на чеху. Нужно Андрюху держать дальнюю дистанцию, работать свои фирменные сайдстебы, встречать, использовать полную длину своих рук и максимально сушить ближнюю. Максимально сушить ближнюю, потому что этот Кубинец может сработать на ближней. Может. Но антропометрия у Андрюхи лучше. Опыта все-таки мы в него верим, Андрюхи. И мне кажется, мне кажется, не буду заглядывать вперед. Я специально, ребята, вообще в целом, есть у меня без что-то уже мысли, кто пройдет финал, кто там встретится. Но я не хочу, как говорится, каркать, что-то там говорить. Прогнозов никаких не хочу давать на победителя. Ни о каких прогнозах, все покажет ринг, все покажет бокс. Но, а на этих выходных нас ждет огромная уйма боев, особенно воскресенье. Особенно воскресенье, ребята. Будет много полуфиналов, будут четвертьфиналов, супертяжек, будет очень много боев. Но, так как я сам поеду на открытый ринг со своими боксерами и буду в воскресенье сильно занят, ждите меня в понедельник. Смотрим тотально весь бокс за воскресенье. Очень классные бои будут. В 75-91, что только они будут. Полуфиналы будут. Кстати, вот эти вот полуфиналы будут. Будет очень классно. Ребятки, в понедельник встречаемся и все обсуждаем. Бои, о которых мы сегодня говорили, как всегда, можно посмотреть по ссылке внизу. С вами был Рома Михайлов, YouTube-канал Всем бокс. Любите бокс, смотрите бокс, всем бокс.